В эфире информационно-музыкальная программа Радио Карачева Черкесии Республика. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре пятница, 14 апреля, в студии Болду Байрамукова. И я рада приветствовать всех, кто это утро встречает вместе с нами. И по традиции, коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня. Великая Страстная Пятница у христиан. Начало солнечного Нового года в Индии. День Госавтоинспекции МВД Украины. В 1801 году была упразднена тайная экспедиция Сената и отменены пытки при допросах. В 1848 году в России был учрежден секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью. В 1848 году вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон». А в 1927 году сошел с конвейера первый автомобиль «Вольво». В 1929 году в Монте-Карло был проведен первый гран-при Монако. А в 1961 году в Советском Союзе было учреждено звание «Летчик-космонавт СССР». В этот день в разные годы родились такие известные люди, как русский писатель, автор комедии Денис фон Физин, русский государственный деятель, инициатор аграрной реформы Пётр Столыпин, русский живописец Виктор Борисов-Мусатов, американская актриса анимового кино Клэр Винцар, советская российская актриса, художник Лидия Вертинская. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. «Летчик-космонавт СССР» «Летчик-космонавт СССР» Пёскоченко Пёскоченко Неспондент «Летчик-космонавт СССР» Я повсюду и в расстраниц, и повсюду я против свой Словно лодка в океане, затерялся берег мой Я повсюду и в расстраниц, забери меня, мама, домой Пробежала полоса, зверем залегла, расколола небеса На куске стекла, предложенья на слова Близких на врагов, материк на острова Бога на врагов, я знаю, все будет Завут те люди, я так больше не могу Повтори мне первый палец, забери меня с собой Я повсюду и в расстраниц, и повсюду я против свой Словно лодка в океане, затерялся берег мой Я повсюду и в расстраниц, забери меня, мама, домой Я повсюду и в расстраниц, забери меня, мама, домой Я повсюду и в расстраниц, забери меня, мама, домой Подари мне первый танец, забери меня с собой Я повсюду иностранец, и повсюду я против свой Словно лодка в океане, затирался берег мой Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Сегодня пятница, 14 апреля. Как известно, болезнь легче предупредить, нежели вылечить. Одним из основных направлений современной медицины в нашей стране Является диспансеризация. В эти дни в нашей республике начинается акция По ежегодной диспансеризации населения. В этом году, объявленном главой Карачаева-Черкесии Годом здоровья, обследованию подлежит 64,5 тысячи человек, То есть 21% от всего взрослого населения региона. Где, как и когда можно пройти диспансеризацию И что для этого нужно, разбиралась моя коллега Альбина Ухтова Распространенные в народе изречения о том, Что предупредить заболевание легче и дешевле, чем впоследствии лечить его, Имеет рациональное научное подтверждение. С целью своевременной диагностики патологических состояний И сохранения высоких показателей уровня здоровья населения На государственном уровне было сформировано такое понятие, Как диспансеризация. Основная цель диспансеризации населения – сохранение здоровья наций, Говорит начальник отдела организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения республики Бэлла Батчаева. Главная цель – это выявить факторы риска Или заболевания на ранних стадиях своего существования. То есть предотвратить заболевания у населения нашей республики. Диспансеризация взрослых проходит в два этапа. Чтобы пройти обследование, необходимо иметь при себе паспорт и медицинский страховой полис. Начинается диспансеризация в кабинете участкового терапевта. Доктор опрашивает пациента, жалобы и симптомы регистрируются в анкете. Затем специалисты измеряют основные данные – рост, вес, объем талии, Расчет индекса массы тела. После чего пациенту выдается так называемый маршрутный лист, В котором указана информация о том, какие следует сдать анализы и обследование, каких узких специалистов потребуется. И по словам начальника отдела организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения республики Беллы Батчаевой, таким образом происходит первый этап диспансеризации. Он заполняет анкету, отвечает на вопросы по этой анкете, проводит антропометрию, то есть измерение роста, веса. И затем, по мере необходимости, врач кабинета направляет его на дальнейшее обследование. Целью первого этапа является диагностика неинфекционных заболеваний, в том числе таких, как нарушение работы сердечно-сосудистой системы, диабет, глоукома, злокачественные новообразования и другие. Кроме того, важной задачей становится выявление факторов риска нарушения здоровья пациента, а также употребление им наркотических и психотропных средств без назначения врача. Если в процессе первичного обследования были выявлены какие-либо нарушения в состоянии здоровья пациента, то ему назначается второй дополнительный этап. Что же такое вторичная диспансеризация, что в нее входит? Такое обследование включает консультацию узких специалистов и проведение необходимых анализов для подтверждения предварительного диагноза и принятия решения о дальнейшем лечении пациента. После завершения обследования врачом-терапевтом заполняется карта здоровья. В этом году появилось очень важное нововведение. И это очень своевременно, говорит специалист Министерства здравоохранения Республики Бэлла Батчаева. Все желающие могут анонимно еще, кроме этого, пройти обследование в спеццентре, желающие для того, чтобы определить, не является ли он носителем ВИЧ-инфекции. Отметим, что особые условия прохождения диспансеризации предусмотрены для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам. Специально созданные мобильные врачебные бригады выезжают на дом к вышеуказанным категориям граждан. У нас созданы мобильные группы во всех наших лечебных учреждениях. И к ним выезжают на дом к инвалидам первой группы, второй группы. Если это тоже необходимо, если они нуждаются в проведении диспансеризации, к ним тоже выезжают на дом врачебные бригады мобильные. В Карачаево-Черкесии в 2007 году объявленном главой Республики Рашидом Тимрезовым годом здоровья комплексное профилактическое обследование пройдут 64 552 жителя республики. Диспансеризация проводится в кабинетах и отделениях медицинской профилактики всех городских и районных поликлиник региона. Специально для проведения диспансерного осмотра разрабатывается план-график, назначают соответственные лица, в регистратуре ведется отдельная запись. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эфир Республиканского радио продолжит наша новая рубрика «Кавказ сегодня» «Главные события в жизни регионов Северо-Кавказского федерального округа» В материалах корреспондентов информационно-аналитического портала «Кавказ Today» С ними вас познакомит мой коллега Умар Тикеев Кабардино-Балкарская республика В день космонавтики в Атажукинском саду парка культуры и отдыха столицы Кабардино-Балкарии прошла всероссийская акция «Волонтерский космический забег», сообщает пресс-служба администрации Нальчика В массовом забеге приняли участие 1500 человек Это представители добровольческих движений, учащиеся студенты и спортсмены, говорится в релизе Отмечается, что самому старшему участнику акции 60 лет, а самому младшему 12 Победители забега в качестве награды получили медали и майки с символикой космонавтики А участники акции – дипломы Миноборнауки Республики и памятные призы Акция посвящена 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, который был запущен на орбиту в 1957 году Дагестан Мэрия столицы Дагестана решила создать на проспекте Расула Гамзатова пешеходную зону, аналогичную московскому Арбату В администрации города прошло обсуждение этого проекта, который призван привлечь не только туристов, но и местных жителей возможностью для отдыха и культурного времяпровождения На проспекте планируется соорудить сувенирные торговые точки, зоны для фотографирования, места для уличных художников, музыкальных площадок, караоке и многое другое Как сообщает пресс-служба администрации Махачкалы, комфортную среду для пешеходной зоны планируется создать уже в период празднования 1 мая В этот день будут созданы необходимые условия для досуга горожан и семейного отдыха, выносная торговля, площадки для развлечений, разнообразная культурная программа Как отмечено в ходе совещания, каждые выходные с 8 до 21 часа указанный отрезок проспекта Гамзатова станет закрытым для автомобилистов Ингушетия Тожественное мероприятие, посвященное празднованию начала посевной кампании в Ингушетии, посетило более 5000 человек, сообщает пресс-служба Республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия Праздник прошел на хорошем организационном уровне Была организована выставка продукции сельхозтоваропроизводителей из различных регионов России, в том числе Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Чечни Естественно, местные предприятия также были широко представлены на этом мероприятии, рассказал собеседник агентства По его словам, на месте празднования был организован смотр сельскохозяйственной техники Проводились развлекательные и спортивные мероприятия Звезды эстрады исполнили свои лучшие композиции Кроме того, состоялись соревнования среди механизаторов аграрных предприятий Не поскупилось Министерство сельского хозяйства и на угощение Любой желающий мог отведать блюда ингушской, кавказской и узбекской кухонь Торжества посетили также глава республики Юнузбек Евкуров, спикер парламента Зелимхан Явлоев, премьер Руслан Гагиев Представители других министерств и ведомств Гости осмотрели представленную технику, выставку товаров сельхозпроизводителей А также пообщались с ветеранами сельского хозяйства Евкуров в своем выступлении отметил, что аграрный сектор региона сегодня испытывает подъем Этому направлению уделяется много внимания Мы сегодня открываем различные предприятия, сады, помогаем фермерам, развиваем личные подсобные хозяйства Сегодня сельхозтоваропроизводители Ингушетии могут конкурировать с коллегами не только регионов России, но и других стран Наша продукция пользуется большим спросом и мы в дальнейшем намерены только наращивать темпы развития сельского хозяйства Сказал руководитель субъекта, отвечая на вопрос корреспондента «Кавказ сегодня» Карачаево-Черкесская республика Руководитель Минприроды России Сергей Донской обсудил с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым и губернатором Ставрополя Владимиром Владимировым строительство дороги Кавминводы Сочи Стороны озвучили совместные предложения по реализации проекта, сообщил Тимрезов на личной странице в Инстаграм В числе других тем мероприятия направлены на сохранение в регионах минеральной сырьевой базы, улучшение состояния окружающей среды в рамках объявленного президентом России, года экологии и модернизации противоградовой защиты Рашид Тимрезов поблагодарил Донского за поддержку выдвинутых предложений и заключенные ранее договоренности о сотрудничестве, в том числе для решения конкретных проблем Жители Северной Осетии собрали партию гуманитарной помощи нуждающимся Донбасса и Сирии Это уже не первая подобная акция на территории республики Ранее неравнодушные уже собирали продовольствие и деньги для этих регионов Всего было собрано 3 тонны предметов первой необходимости, канцелярских принадлежностей и грушек для детей Груз собирали во всех районах республики, рассказал руководитель Северо-Осетинского отделения Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия Аслан Кайтуков Отмечается, что акции проводятся по инициативе регионального комитета по делам молодежи и Центра военно-патриотического воспитания молодежи и партии «Единая Россия» Ранее Кавказ сегодня сообщал, что в Северной Осетии проходит благотворительная акция «Разделим боль детских сердец» в помощь детям в Донбасса Организаторами акции выступает благотворительный фонд «Достоинство» совместно с фондом «Рука милосердия» Чеченская республика Главный исполнительный директор публичного акционерного общества НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Чеченской республики Рамсан Кадыров опровергли информацию о конфликте между ними Кроме того, они заявили о намерении подать в суды в связи с публикациями в СМИ О конфликте, который им приписывали на почву продажи активов компании властям Чечни Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью В связи с чем мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций Говорится в совместном заявлении Сечина и Кадырова Которое было опубликовано на сайтах «Роснефти» и правительства республики Игорь Сечин и Рамзан Кадыров подчеркнули, что все заявления о чеченском следе в теракте в метро Санкт-Петербурга Это разжигание межнациональной розни, которая на территории России является уголовно наказуемым деянием Авторы публикации заявили, что их связывают многолетние и многосторонние вожительные деловые и человеческие отношения А все вопросы, возникающие в процессе совместной работы, они решают конструктивно Материал о конфликте между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом Роснефти Игорем Сечином был опубликован газетой The Financial Times Ставропольский фонд развития промышленности станет одним из первых в России Его капитализация запланирована уже на июнь текущего года По подсчетам экспертов, работа фонда позволит привлечь в регион 600 миллионов рублей инвестиционных средств Об этом накануне заявил на коллегии министр промышленности края Виталий Хоценко Из бюджета Ставропольского края на запуск его работы выделят 100 миллионов рублей Сегодня капитализация планируется на уровне 100 миллионов рублей Если инструмент докажет свою эффективность, будет рассматриваться дополнительная капитализация, сказал Хоценко Автор проекта Григорий Мельников пояснил, что вместе с регионом участвовать в финансировании проектов будут Фонд развития промышленности России по схеме 30% займа из региона, 70% из федерального центра По прогнозам предоставления льготных займов совместно с Фондом развития промышленности России привлечет в Ставропольский край порядка 600 миллионов рублей инвестиций из которых 300 миллионов будут вложены заявителям 200 предоставленным федеральным фондом, 100 региональным, рассказал Мельников Ожидается, что реализация инвестиционных проектов привлечет в региональный бюджет 60 миллионов рублей в виде налоговых поступлений и обеспечит региону 300 новых рабочих мест Информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня» Новости политики, экономики, общества, культуры, спорта, туризма 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Актуальные интервью и комментарии экспертов kavtoday.ru Больше эксклюзива, больше подробностей Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-631-93 от 6 октября 2015 года Ожидание измеряю километрами Задеваю за живое разговорами Притворяюсь, словно больше не дышу Разбери меня на части, забери с собой Только как бы не старался мне не стать другой И какой мне быть сегодня, я сама решу Жаль, что забыть я тебя не смогу Беги, беги, спасай себя От жизни мы потратили зря Увидеть свет в твоих глазах Важнее, чем любовь на словах Беги, беги, спасай себя От жизни мы потратили зря Увидеть свет в твоих глазах Увидеть свет в твоих глазах Буду больше думать Я хочу уснуть Я хочу уснуть И, закрыв глаза, безумно закричу Пропы с чернилами по стеклу Жаль, что забыть я тебя не смогу Увидеть свет Беги, беги, спасай себя Пол жизни мы потратили зря Увидеть свет в твоих глазах Важнее, чем любовь на словах Беги, беги, спасай себя Пол жизни мы потратили зря Увидеть свет в твоих глазах Важнее, чем любовь на словах Беги, беги, спасай себя Пол жизни мы потратили зря Увидеть свет в твоих глазах Эфир Республиканского радио продолжает наша традиционная рубрика Песня в подарок Завтра свой славный 70-летний юбилей Отметит заместитель директора По административно-хозяйственной части Центра образования номер 11 Черкесска Любовь Антоновна Букатенко Любовь Антоновна проработала в школе более 50 лет Все эти годы она профессионально подходила к выполнению Возложенных на нее задач По материально-техническому оснащению Образовательного учреждения Всем необходимым современным оборудованием Осуществлению контроля за сохранностью имущества И другим не менее важным вопросам и задачам Коллеги уверены, что за какую бы работу ни взялась Любовь Антоновну с юбилеем Желает ей долгих лет жизни и крепкого здоровья Для вас, Любовь Антоновна В эфире радио Карачаева Черкесии Звучит эта песня В шумном зале ресторана Среди веселья и обмана Пристань загулявшего поэта Возле столика напротив Ты сидишь в половорота Вся в луче ночного света Так само случилось вдруг Что слова сорвались с губ Закружила голову хмельную Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Полничуя под собою Между небом и землею Как во сне с тобой танцую Аромат духов так манит Объединяет и дурманит Ах, как сладко в нем тону я Так близки наши тела И безумные слова Без стыда тебе шепчу я Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ты уйдешь с другим, я знаю Он тебя давно ласкает И тебя домой не провожу я Жжет в груди сильней огня Не моя ты, не моя Так зачем же я ревную? Сколько ж нужно мне вина Чтобы с памяти прогнать И забыть мечту свою шальную Ах, какая женщина Ах, какая женщина Мне в такую Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Ах, какая женщина Ах, какая женщина Какая женщина Мне в такую Может мне в такую Ах, какая женщина Ах, какая женщина Эду Ах, какая женщина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 15 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В студии работала Болду Байрамукова. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова